Всем привет! Амазон прям пошли в разнос в последнее время и не успели мы с вами после 4-х месячного перерыва обсудить недавно вышедший трейлер их сериала Кольца Власти, как уже на этих выходных в Сан-Диего во время Комик-Кона студия выкатывает новый трейлер, самый развернутый и продолжительный из всего того, что было показано ранее, явно призванный заткнуть всех скептиков и окончательно развеять сомнения тех, кто еще сомневался, что Безос и компания сотворили лучшая сука фэнтези в мире. Что же вышло в итоге? Честно говоря, нечто довольно неожиданное или ожидаемое, это как посмотреть. Суть в том, что публика вновь не приняла и эту попытку Амазон. Соотношение лайков и дизов под новым промо опять не радует, когда тех, кому не понравилось, примерно в три раза больше, чем тем, кому трейлер зашел. Более того, поклонники Толкина и вообще зрители развернули очередной умопомрачительный флешмоб в комментариях. И уже, по-моему, окончательно налицо, что фан-сообщество вошло в долгий и отчаянный конфликт с создателями Колец Власти и Амазон в целом. Что в контексте самого дорогого и амбициозного сериала современности, конечно, довольно беспрецедентная история. Хотя, честно говоря, послушав то, что огородят участники Колец Власти, можно офигеть и многое становится на свои места. Короче, что-то мы заговорились, давайте посмотрим и разберем новый трейлер, обсудим все, что происходит сейчас вокруг сериала, а главное поймем, чего добивается Амазон и справедлив ли гнев фанатов. Погнали! Итак, новый трейлер. Чем он отличается от прежних? Ну, наверное, тем, что нам тут постарались дать максимальное количество информации и, как многие считают, даже показали Саурона. При этом не сказать, чтобы данные попытки увенчались успехом и, конечно, можно говорить, что часть зрителей, возможно, действует на автопилоте, но типа не понравился первый тизер, некое изначальное впечатление было создано и начали гнобить бедные кольца власти. Но справедливости ради нужно сказать, что если это и можно к кому-то отнести, то все-таки минимально. В основном же Амазоны и авторы сериала сами виноваты в том, что они получают. Ну, например, новая промо опять начинается с Галадриэль, которую снова и снова пытается представить воинам в сияющих доспехах. И хотя в первых кадрах эльфийка почему-то не в броне, она просто находится рядом с грудой шлемов убитых воинов, все равно выглядит она как некий военачальник, скорбящий по своим павшим бойцам. Да что там, если скажем, уже вот здесь мы опять видим Галадриэль, которая ведет за собой армию. Причем мало того, что все фанатское сообщество рвет и мечет от такого образа данной героини, что мало где хоть как-то пересекается с книгами, так еще и посмотрите на графон. Напомню, что только первый сезон этого шоу обошелся в полмиллиарда баксов. И за вот эти деньги нам показывают компьютерных всадников, как будто скачущих нога в ногу на своих лошадях, ну то есть взяли 2-3 фигурки, да и размножили из них целое войско. Разве это уровень самого дорогого сериала современности? Или в Амазон кто-то освоил бюджеты на Бентли и новый айфон? Кстати, раз у нас уже зашла речь о гаджетах, сейчас сеть кишит крутой техникой, от которой не отказалась бы и сама Галадриэль. Хотя, конечно, удовольствие это не из дешевых. Но зачем тратить по 50 тысяч на новую технику, если ее можно забрать на Crazy Box по цене в 10 раз дешевле? Это интернет-магазин сюрприз коробок, и их тут действительно очень много. Начиная с игровых, заканчивая коробками с телефонами. К примеру, если открыть коробку смартфонов, то можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung за 15 тысяч, а если повезет, то и последний айфон. Выигранный приз заказывай себе, либо продавай обратно сайту и получай за него деньги. Но сначала рекомендую открыть две бесплатные коробки, в них много хороших призов. Работают эти ребята уже давно и зарекомендовали себя с хорошей стороны, так что переходи по ссылке в описании на Crazy Box и забери свой ценный приз. Так вот, вернемся к кольцам власти. Как ни странно, шоуранеры сериала оправдывают свое видение Галадрель, говоря, что эльфийка на этом этапе своей жизни была скорее бесстрашным воином, чем бесплотной королевской особой. Она одна из немногих, кто чувствует, что зло, когда-то распространяемое богоподобным Морготом и его учеником Сауроном, не было полностью искоренено, это цитата. Ну и как бы все это подтверждается трейлером, когда перед нами эльфы, победившие Моргота и считающие, что теперь можно жить спокойно, ожидающие мирных дней, правда, почему при этом все должно быть настолько люто завязано на хромакее, непонятно. Ну, в самом деле, имея колоссальные бюджеты, команда колец власти, как будто всех потратила на службу безопасности, чтобы не было утечек с мест съемки, и для этого же заперлась в павильонах на фоне зеленых экранов, все остальное, кроме своих главных персонажей, отрисовывая на компьютере. Все-таки, хоть шоураннеры колец власти и надувают щеки, мол, Питер Джексон нам не указ, и мы тут делаем что-то покруче, но им все же следовало бы поучиться у знаменитого новозеландца, как сочетать натурные съемки и графику, чтобы все это выглядело максимально реалистично. Потому что, к сожалению, переизбыток графона пока что просто колоссальный, и все это создает какую-то искусственность картинки, да и говоря по правде, выглядит новинка Амазон довольно унифицированно. Ну то есть, под эти же пейзажи и образы можно подвести почти что любое фэнтези, и особо ничего при этом не поменяется. Что, конечно, как по мне, огромный минус. Если же из плюсов, сумели авторы сериала немного наделать шороху и навести тень на плетень со своими новыми злодеями. Вот они перед нами, со словами о том, что зло не дремлет. Многие, правда, уверены, что зло это и есть авторы колец власти, но сейчас не об этом. Ведь особенно сразу после выхода трейлера интернет наводнился сообщениями, типа вот он Саурон. На самом же деле сложно, конечно, судить однозначно, но все-таки, скорее всего, странные персонажи в светлых одеяниях, и главный из них это не темный властерин лично, но, возможно, некие его последователи или что-то в этом роде. Ну а Саурон, возможно, вот здесь, когда мы со спины видим некую темную личность в похожих на него доспехах, перед которой преклоняются орки, хотя, возможно, и здесь нас провели. Можете, кстати, написать свои версии в комментариях. А вот, например, кое-что связанное непосредственно с Сауроном, что вызвало настоящий скандал, это заявление ведущего панели колец власти на недавнем комик-коне Стивена Колберта, которого представили как супер фана Толкина, и который заявил, что Килибримбар создал кольцо всевластия. После чего, конечно, многим просто посносило башню, но потому что этот человек прям личный приятель шоураннеров, и вообще явно в фаворе у Амазон, а теперь просто цитата из Толкина. И многие взоры были обращены к Элронду со страхом и изумлением, когда он рассказывал об эльфийских кузнецах, их дружбе с морей и их стремлении к знаниям, которым Саурон заманил их в ловушку. Ибо в то время он еще не был злым на вид, и они получили его помощь и окрепли в ремесле, тогда как он узнал все их секреты, предал их и тайно выковал в огненной горе единое кольцо, чтобы быть их хозяином. Точка. И вот, Амазон. После этого выгоняют Томаса Шипи, потому что у него явно что-то не заладилось с шоураннерами, видимо, эти просто не слишком хотели слушать какого-то старика с его рассказами о каноне Толкина, и вместо этого взяли к себе в компанию таких супер-гиперфанов, как вышеупомянутый Колберт, что, конечно, впечатляет. Но далеко не одно это сейчас рвет умы фанатов. Ведь очевидно, что Амазон, имея абсолютно все инструменты, как это ни прискорбно, не смогли не поддаться и не прогнуться современной повестке. Мы даже умолчим уже о черных эльфах. Вот, кстати, главный из них Арандир, который вот здесь даже плененный, хорошенько раздает люлей оркам. А уже тут он вместе со своей запретной любовью целительницей по имени Бронвин. Кстати говоря, исполнительница данной роли недавно просто не по-детски отжигала. И вот тут стоит сказать немного детальнее. Фара Шерази, актриса иранского происхождения, также побывала на Комик-коне, ну и там, как говорится, Остапа понесло. Слушаем. Что мне нравится в сценаристах этого сериала, так это то, что они дали каждой женщине в сериале, каждому женскому персонажу, такую свободу действий. Мы не служим мужчинам вокруг нас, у нас есть сюжетная линия и наше собственное право, говорит актриса. Уже довольно странно звучит в контексте Толкина, но слушаем дальше, там круче. Для Бронвин она целительница, но она подключается к своей внутренней львице, и я как активистка, как давний правозащитник с моей родиной, Ирана, я подключилась к тому, что, по моему мнению, женщины делают для моей родины. И ты такой, чего мля? Иран, активистки, внутренние львицы, ты что, черт подери, такое несешь? Неужели теперь вот это главное в экранизации Толкина? Если да, то, конечно, горе всем нам. Но, кстати, отличиться решила не только исполнительница роли Бронвин, но и актриса, играющая женщину-гнома по имени Диса. Вот, кстати, и она как будто за каким-то ритуалом. Так вот, София Нимвета говорит, что ее персонаж в грядущем сериале «Властелин колец» это лицо необходимого восстановления баланса в индустрии развлечений. Кроме того, оказывается, Диса это первое женское изображение гнома, когда-либо показанное во франшизе и одна из нескольких цветных людей в актерском составе. И здесь, кстати, опять вопрос, вы на самом деле нихрена не в теме или притворяетесь? Ну, потому что да, может, главных героинь в виде женщин-гномов мы еще в самом деле не видели, но как минимум на экране, в том же Хоббите, они появлялись и не раз, как вот здесь, и здесь, и здесь, и так далее. То есть такое впечатление, что создают сериал от Амазон люди, которые узнали о «Властелине колец» и этой вселенной где-то этак под конец съемок. Зато они очень хорошо знают, что сказать на все остальные темы. Вот еще немного вкусных цитат. Это лучшие люди для этих ролей, но они открыли двери для людей любого происхождения, чтобы они могли выйти вперед и получить возможность подняться, быть частью создания инклюзивности для будущих поколений, для новых поколений. Это их версия Толкина, это то, что моя дочь увидит из произведений Толкина. Это отражение мира, в котором мы живем. Нас много, и мы разные, и мы будем принимать и открывать, и отступать, и учиться, и воспитывать, и получать образование. И мы можем сделать это только тогда, когда примем и полюбим наши различия. Быть образцом ребенка и нести флаг, быть матерью, быть женщиной, быть цветным человеком, быть женщиной с пышными формами, которую считают прекрасной. Это то, что мы не всегда видим. Итак, это изображение Дисы. Это все те вещи, которые воплощены в лице, и это мое лицо. Ну и тут прям, я не знаю, целый манифест, ни больше, ни меньше. И все бы хорошо, только при чем тут Толкин, Властелин колец и Легендариум? Вы там дверью случайно не ошиблись, хочется спросить? Но, видимо, нет. Так что мы наблюдаем на экране последствия данных метаморфоз. Правительницу Нуминора Тар Мириэль, которая еще и оказывается близко знакома с Галадриэль. А уже вот этот паренек, Тео его зовут, еще один оригинальный персонаж. И, видимо, не простой, а каких-то загадочных кровей. Но раз остатки фамильного клинка в его руках превращаются в нечто магическое, это, я так понимаю, отсылка к мечу, которым потом, годы спустя, срубили кольцо с руки Саурона. Ну, типа, решили хоть как-то соответствовать. Хотя нет, еще нам показали почти один в один отрисованного Балрога, которого, видимо, разбудили в очередной раз. Выглядит он, кстати, вроде неплохо, как и много, что в сериале на самом деле. Какие-то моменты в подземельях, вот здесь, где шалит не тот тролль, не тот Балрог или кто-то еще. И так далее. То есть нельзя сказать, что прям все барахло, даже не буду пробовать смотреть. Нет, но это еще обиднее всего, потому что своим неуважением к канону, какими-то попытками все унифицировать, а еще прогибами перед повесткой, авторы сериала, возможно, загубили все то хорошее, что у них было, и что могло сделать кольца власти реально культовым проектом, как мне кажется. Может, вы иного мнения, хотя большинство фанатов, видимо, разделяет такие опасения. Так что в комментариях под новым трейлером уже настоящий флешмоб. Помните, раньше писали цитату о том, что зло не может создать ничего нового и так далее? Так вот, сейчас это уже не актуально, теперь фанаты изощренно троллят наплевательство на канон и стремление впихнуть в сериал все подряд, выдумывая порою очень остроумные свои версии происходящего. Для примера всего пару цитат. А потом, когда Абиван сказал Элронду, «Это не кольцо, это космическая станция, у меня пошли мурашки по коже, и я заплакал». Или вот еще, тот момент, когда Галадриэль запрыгнула на спину дракона и сказала, «Я чувствую потребность, потребность в скорости, был настолько ошеломляющим и смелым, что я буквально зарыдала». Ну и мое любимое. Когда Саурен сказал Галадриэль выбрать синюю или красную таблетку, и она сказала, «Тебе не нужно выбирать таблетку, когда у тебя есть семья». А затем Голум сказал, «Чувак, где моя прелесть, у меня буквально мурашки по коже пошли». Как будто сам Толкин написал этот сценарий. Ну и так далее. На самом деле, подобного сейчас полно, и это очень весело читать, но не очень весело читать парням из Амазон. Ведь над ними уже открыто смеются, а это даже хуже возмущений и злости. Так что, даже не знаю, чем тут все закончится, но уже очевидно, что первый сезон «Колец власти» ждет непростое испытание, и зрители просто так все это не оставят. Остается лишь верить, что шоуранеры сделают выводы, и дальше будет лучше. На этом давайте закончим. Пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх, и не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и всем пока!